Такой разговор. Вы говорили, что космоса мы не видим. Ну, того, который нам нарисовали, нет. Я просто по-другому космос называю. Космос по-другому выглядит, по-другому состоит. То есть, грубо говоря, космос это верхний океан, более, скажем так, плотный. Да, следующий. Ведь над нами, допустим, океан, а сверху океана еще ряд ячеек идет. Я всегда самый лучший вариант, как наша планета выглядит. Вот, скриншот скидываю. Это практически один к одному. Модель становится сразу понятна, как наша планета выглядит. Вот мы в одной из таких ячеек. Не знаю, видно скриншот? Я скинул в личку, в скайп. Да-да-да. А что это такое, а что это такое интересное? Это пчелины улей. Пчелины улей? А чем такой огромный? Вот, вот. Вот, и меня когда спрашивают, каких размеров наша планета, я всем пытаюсь объяснить, что планета миллион лет назад была маленькая, как говорится, ну, грубо говоря, с человеческий кулак. А сейчас она, допустим, уже с человеческую голову. Ну, это так, аллегорично, утрирую, ну, смысл. Она растет. Потому что это, грубо говоря, живой организм. Еще люблю с сердцем сравнивать. Если взять сердце в разрезе посмотреть, я всем говорю, это сердце Бога. Мы сильно, вот, меня критикуют, то, что там есть люди, что я... Ну, я не знаю просто, как на пальцах объяснять это. Для меня простые вещи. Мы себя сильно, мы для вселенной муравьи, мы себя, как бы, сильно позиционируем тем, чтобы вот вникнуть в промысел Божий. Интересно, а за счет чего Земля увеличивается? А материя, она откуда берется? В принципе. Ну, давай вместе подумаем. Вот смотри, вот, человек, когда рождается, маленький, 4 года, а в 30 лет у него сердца больше. Вот за счет чего растет человек? Ну, протеин. Внешние источники. Вот, и там... А за счет внешних источников, да? Да, конечно. А за счет внешних источников, да, что это падает на 1,2,2? Поэтому увеличивается? Или что-то странное? Сейчас, ладно, сейчас. Сейчас, хорошо, сейчас еще 10 источников покажу. Вообще, как бы, по подаче вариантов... Нет, ну, интересно же вопрос. Все-таки физик, а физик от него никуда не действует. Нет, я гуманитарий. Если бы я был бы физиком, бы... Он, Рыбников, может, видел, как меня критиковал за то, что я вот это... Да. Эти знания несу. Вот тебе, пожалуйста, физик. Я вот недавно с Купцовым Андреем общался, вот этот дедушка из Бородо, вот это... Так он говорит, это потому, что вот исключительно из-за того, что ты такой, тебе были это дадены знания. Другому человеку уже, который мыслит материально, физически, с определенными канонами, устоями, ввинтить что-то новое практически невозможно. О, во, сейчас я пока покажу. Трансперсональные данные. Вот смотри. Да, вот здесь чисто... А как мне, мне уж об удобнее по имени, потому что когда без имени, мне невозможно. Мне надо как-то называть или по нику. Влад, Влад. Влад, все, отлично. Влад, ну да. Смотри, вот я тебе сейчас покажу. Тут изображено шесть наших планет схематично. Ну, когда ты их увидишь, ты поймешь, какой внешний источник для них существует и так далее. Бог какой для них есть. Так, а что это? Ули. Пчелиные. Я в одном ролике пытаюсь объяснить, что мы даже не пчелы, мы их продукт. Мы мед, который пчелы создают. А пчелы это уже как бы боги. Ну, там целая иерархия. Я тебе скажу, что только у нас на земле известно полтора миллиона имен богов. Которые во вселенной. А это у индусов, да? Да, да, у них сохранилось как раз-то это. Ну, нету такого понятия. Знания-то общие все. Просто волей судьбы их приписали одному народу. Назовем их словно индусы. А приписали их сравнительно недавно, лет 200 назад. Хоть и пытаются нам объяснить, что им 5000 лет. На самом деле, историю быстро состряпали за последние 200 лет. И китайскую историю придумали, и индусскую историю. И даже славянскую историю придумали. Мне говорят, что я там гуманитарий, но я еще неплохой аналитик. Я провел практически поверхностно исторические параллели между где-то 10 народами современными. И вывел четкую закономерность. Везде прослеживается одна история. Был какой-то великий воин. Существовало какое-то государство, которое было раздроблено на 10 маленьких территорий. И этот великий воин пришел и воссоединил эти народы. Это есть и в славянской мифологии вещи Олег. Это общая сказка, придуманная для нас. Это китайские народы. И про Японию тоже самое. Там война была 30, 100 лет. И там было 20 княжец. Какие там 20 княжец на том куске Японии, непонятно. Короче, вот эту практически всем народам придумали сказку. Чтобы они себя чувствовали великими, значительными. Ведь темные, они каждому народу говорят, что они избранные. Не только китайцам или индусам. А то, Слава, чтобы не забыть, еще два вопроса. Ближайшие соты к нам. О них известно что-нибудь? Да они, грубо говоря, руку... Часто спрашивают, наверное, да? О этих сотах же известно что-нибудь? Да, конечно, известно. Рукой подать еще сравнительно недавно, я же говорю, 200-300 лет назад наши предки как из одного города в другой ездили. Вот ближе лежащие по периметру соты, вот за Антарктическим, они, в принципе, насколько мне известно, на тот момент, потому что все течет, все меняется. Потому что то, что было вчера, и мы могли в эту соту зайти и дышать это свободно тем воздухом, не факт, что там произошло это. Уже какой-то катаклизм. И соты это, допустим, для наших легких уже не подходит, к примеру. Ну, да что известно, что в одних сотах, я же говорю, по умолчанию, каждая сота это полностью без океанов. А по мере, если оккупанты попадают в соту, причем оккупанты несколько уровней. Вот есть оккупанты кавачи, которые типа киборги. Просто машины, которые просто вырабатывают соту. Ну, это знаешь, если сравнить, представ, поле пшеницы, саранча прилетела, она просто сжирает это поле. То же самое кавачи. Они пока от нашей ячейки не оставят полностью водяную гладь, они не успокоятся, они будут это. Вот смотри, сколько они выработали, сколько у нас суши в нашей ячейке. И там вообще мало процентов, сколько, 10% суши осталось, я читаю. А сплава, так, в принципе, над нами океан другой. Да, более плотный, да. Ну, да, вот показано на это, да. Интересно, а как в космос можно попасть, в принципе? Да, да, но наши технологии не позволяют. Мы даже... Никогда? Не. Скажем, более высокие технологии, они могут проходить высшие слои купола. Собственно, как и у нас было. У нас же, допустим, из Нижнего мира, это же тоже пробрались к нам сюда. Вот, допустим, на нашей плоскости по умолчанию находились только светлые... Сейчас я друга своего добавлю, он не помешает, он просто всегда слушает. Да, конечно, пожалуйста. Да, 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 он это мой старый друг добрый. Привет, Андрей. Тут с Владом выясняем же ж мироустройство. То есть, у них техники хватило, чтобы нам, ну, назовем, из ада, да, к нам в светлые миры проникли. Это как червяк, вот он на поверхность из яблока вылез. Вот, и делают свое дело. Так, это пока еще третий вопрос, что-то может быть. Самое интересное, вот, из всего, что слушал, государств не существует. Не существует. Прошал, по-подробнее. Очень, очень интересно это. Нет, ну, то есть, как государств не существует. А в каком смысле? Нет таможен или... Что-то непонятно. Ну, если в упрощенной форме, чтобы было понятно на нашу ментальность, есть очень важное понятие, это терминология. У нас, по умолчанию, не государство, а концлагеря. Причем, самый настоящий. Ну, и... Да, не, ну, дело в том, что... Я вообще сказал, стран не существует. Я не говорю. Государство как раз-то существует. У меня ни в одном ролике, если я не ошибаюсь, я не говорю, государств не существует. Стран не существует. Опять же, что такое государство? Это территория для выпаса скота. То есть, темные, когда... оккупируют ячейку, они делают вольерчики. Здесь будут утятки, здесь будут курчатки. Ну, на наш термин, здесь будут желтые, здесь будут черные, тут будут красные. Разделяясь, травлю и властвуюсь. То есть, они в голову нам внушили, что это... Это, знаешь, я приводил пример тоже, вот стилизация. Вот представь, у тебя квартира, приходят люди, взяли мелом, расчертили у тебя на полу, в твоей комнате, это будет Франция, это Канада. Привели какого-то эскимоса в квадрат, один посадили, а в другой канадца там, в кавычках. А ты такой в шоке. Нифига себе, ребята, это ж моя квартира. Чего вы у меня тут вообще на полу рисуете? Так вот, вот наша ячейка, это та же общая квартира, на которой умники нарисовали мелом границы, и еще при этом внушили в твоей же собственной квартире, что это... Они имеют право этим пользоваться. И привозить сюда кого хотят, и тебе диктовать твои... Навязывать свои правила. Слава, есть генетика, ты знаешь, очень сильно различаются люди. Генетика, антропология показывает, что мы все очень разные. Нет, это ж мы будем уже говорить за виды людей, а не за страны. Это уже чуть-чуть другая, это... Ну вот, Западная Европа, Восточная, там границы очень четко проходят. Антропология, генетика очень... Я понимаю, к чему ты клонишь. 200 лет назад в нашей ячейке это был такой аналог Советского Союза. То есть, да, люди были разные. Все-таки разные, да? Конечно, конечно. Но был аналог Советского Союза, были... Были губернии, не знаю, регионы, то есть, под единым управлением, как его правильно-то назвать, Хараона, да? Это верховный у славян этот... Я не знаю, я не знаю. ...управитель. Ну... Как был центр? Как был центр? Центр менялся в зависимости, где он пребывал. Этот центр назывался, как правило, Иерусалим. Если Хараон переехал, допустим, жить в Киев и жил два года, то на этот момент это была столица или Иерусалим по-нашему. То есть, если он переезжал там в какую-нибудь Аргентину, она автоматически становилась столицей. То есть, где руководитель, там и столица. А с чем было связано перемещение? Почему? Вот... Пути божьих помазанников не всегда удается просчитать, то ли с точки зрения обыкновенного туриста, то ли с точки зрения... Ведь, как это, есть такое понятие. Руководитель, да, приезжает, это... Ведь не всегда было все по маслу, поэтому, как говорится, на месте решались вопросы. То есть, мало ли, может там какая-то буча собиралась и понимали, чтобы без руководителя не решить. И он приезжал, скажем так, к ситуации, ну как, директор, да, директор там какого-то завода приехал, чтобы дать ценные указания, чтобы тут это построить, тут это, там, это сделать, там, и так далее. Интересно, а вот теория о нынешнем глобальном правлении, вот, говорят, что это Ватикан, так, можно сказать? это одна из ступеней, это не теория, это достоверная, одна из ступеней, она, кстати, где-то находится, если брать от верха, где-то на, наверное, на третьем уровне, может, на четвертом, то есть, выше Ватикана есть еще руководство, ну, а что именно? А сейчас, я найду, есть, кстати, таблица, на нее, никто, сейчас, это, что-то я не сохраняю, там вообще полностью расписано, и, если люди просто понимают, что, ага, вот, смотри, я тебе сейчас скину скриншот, значит, здесь полностью расписано, кто правит сейчас нашей ячейкой, люди, когда видят эту табличку, они думают, это фантазия художника, на самом деле, я знаю, кто нарисовал эту таблицу, сами темные нарисовали ее, чтобы нам показать, они же вообще любители это, такое у них понятие есть, когда человека ставят перед фактом и предлагают ему, хотите жить в рабстве, а мы, по сути, соглашаемся, мы им развязываем руки, то есть, они напрямую нам говорят, мы вас будем там уничтожать, и так далее, ой, оно хоть скинулось, стоп, сейчас оно, интересно, я думаю, что Ватикан это совершенно, не, 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 конечно, вы, конечно, сейчас, вот здесь, я, наверное, неудачную, наверное, тебе схему скинул, сейчас, да, что-то не показывает, не показывает, это почему-то гифка, да, 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 я уже вижу, что, сейчас найду это, 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 так, оно, вот это может, о, это сохранится, это, по-моему, не, да, что я, это тоже, это, запускает, я помню, просто скриншотом копию, это, делал скриншот, думаю, раз вы мне не хотите, чтобы я скачал ваш, это, я брал, вот так, принтскрин, а по ссылке, оно, оно, оно интересно, вот я сейчас сам попробую, по ссылке не пройти, да, сейчас я, а не, ну, можешь пройти, вот я прошел, нажми, не бойся, это, принять файл, принять файл, да, ну, хорошо, да, я только что проверил, так, секундочку, куда шел, а куда он попадет, да, это ты на сайт, я на сайт сейчас зашел, а, а, сейчас, секунду, так, так, сейчас, 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 да, 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 я просто сам, да, да, вижу, вижу, что-то вижу, да, так, это, а где же тут, Ватикан? Да, вот ищу я его, он где-то, вот, вверху идут 22, иерафанта, потом, приорад, Сиона, потом, вот это, надгосударственное, а, Ватикан, наверное, фух, как же, он тут, его назвали-то, в общем, надо шукать, ну, явно, не первый, не второй, и, может, тут, это, он третий, хотя, нет, это, не он тоже, ну, где-то, ну, вот, может, тут, это, сионские организации, религиозные, вот, четвертый он идет, организация, вот, где, вот, ТНБ, это, для нас, это, для нас, это, для нас, они, они на виду сделали, что есть, это, для нас, это, для нас, это, для нас, никто там не против никого, они, это, это пальцы одной руки, То есть иезуиты, и ислам, и так далее, и христианство, это все пальцы одной руки. Просто нам показывают, что это разные религии, а на самом деле это все персты одной кисти. Они же тоже перед нами шоу разыграют, шоу Трумэна, что существуют какие-то религии, а люди не понимают, что все религии, у них один наверху руководитель. Так, ну их тоже в итоге правит миром все же. Ну 20 иерофан-то это инферманальные сущности, которые... Это не люди уже, да? Да, это уже не люди, это уже... Фух, они, ну как, по нашим, ну их богами-то я мне язык не поворачиваю, что-то назвать. Но если можно их назвать богами, то темные боги. Просто, и на самом деле это просто эволюционно, технологически из других ячеек это развитое, это... Ну это равносильно, как взять нас и муравьев, вот мы для них муравьи. То есть им раздавить нас это не составляет труда. Нужно только они эволюционно нас развити. Слава, ну еще вопрос по поводу, значит, деятельности на YouTube, ну, что насчет негативных комментариев, что, ну, да, что можно сказать по этому поводу, как это эмоционально переживается, что можно сказать. А, я как реагирую? Да, да, да. А, ну, а, как? Нет, ну, не хотела столько. Не, 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 не хотела, это хорошо, особенно мне сегодня понравилось письмо, сейчас тебе зачитаю. Я вообще, это, это такое редкость, я сейчас... Пишет некий Александр Трубецкой. Я случайно на каком-то канале нашел, типа своим роликом людям он писал. Котляров это чисто масонский проект, направленный на то, чтобы забивать людям в мозги и увести от истины. Хочу заметить, что один человек физически не в состоянии делать такое количество роликов за такое короткое время. Это уже указывает, что ролики он только озвучивает, а большинство роликов ему кто-то предоставляет. Значит, большинство мыслей не его. И так далее. А на самом деле это ж мне комплименты. Ты представляешь, я тут сижу как, да, Золушка, тут с утра до вечера у меня был период, что я по два часа спал, потому что ролики клепал. Ну и не потому, что у меня вот, я просто был воодушевлен от первой недели, когда пошло внимание. Я думаю, надо, надо больше информации, надо больше знаний. Я бы мог бы еще бы больше выкладывать, только люди же не понимают, что есть две большие разницы. Есть ролики, где я говорю, а есть ролики, где я считаю, что людям было бы неплохо посмотреть. А таких роликов на ютубе, которых было бы неплохо, чтобы посмотреть, их миллион. Поэтому, неужели не видно, что я это, как это сказать, стараюсь там один свой, три чужих, один свой, три чужих. Ну, грубо говоря. Слава, я хотел сказать три слова защиту. Да. Насчет, насчет, насчет денег. Они просто не знают, что на ютубе вот это много не заработаешь. Там даже вот если прикинуть, сколько там у тебя просмотра. Ну, два доллара я заработал за два месяца. Да, да, да. Ну, наверное, так и будет. Ну, то есть, они, наверное, думают, что, что ты там лопатами гребешь деньги, да? Ну, да, да. Так что там платят копейки. Да, да, да. Ты не заработаешь много. Ну, люди просто не знают, о чем говорят. Они думают, что это ради денег. Так ради денег это, чтобы тебе миллион было просмотров в день. Тогда, да, тогда деньги нормально. А так сколько там? Десять тысяч просмотров там, двадцать, это, копейки. Ну, то, считай, все. Да, поэтому, что... А как негативное... У меня это, я тоже вот друзьям всем это, еще как говорю, вот... Когда мы дотрагуем до горячего, мы вскрикаем, ну, как бы это, рефлекторно, да. А вот до комментариев, я делюсь с друзьями, я вскрикаю, но я вскрикаю не потому, что мне больно, а потому, что надо кричать. На самом деле, я, как бы, это... Грустно улыбаюсь с людей. Многие кормуют себя очень сильно. Я больше переживаю за них, на самом деле, потому что, зная, ну, подробности нашего мирового устройства, начинаешь понимать, что они глупости делают. Некоторые, наоборот, мне своими глупыми комментариями помогают и делают лучше. Вот я, допустим, если кто смотрел мою трансляцию в Институте Б, которая 2 часа идет, а потом я из нее сделал нарезку на 38 минут, где вырезал всех своих оппонентов практически и вставил скриншоты. То есть, я не знаю, если ты не смотрел, там, получается, ситуация такая вот. Оригинальный ролик идет 2 часа, 1 час 59 минут, а мой ролик, я его сделал на 38 минут. И вот, допустим, там человек в кадре задает мне вопрос, а мы не строим дома сотовые. И после его фразы я уже в спокойном режиме вставляю скриншот Яранги. Ну, это юрта, она же как раз-то сотовая. Там и снаружи, внутри, там другой смеется, говорит, нету сотовых молекул. Я нахожу спокойно, а так даже от официальной науки, это, скажем так, визуальное подтверждение, что молекулы как раз-то имеют структуру, сотовую структуру. То есть, мне наоборот, это иногда вот вредители, я вообще всю жизнь старался это. Любое, это я знаешь, как называют, это, как же, подскажи, Влад, единоборство Айкидо есть, где силой энергии противника, как там, направляет его же энергию против него, когда человек там пальцами... Слово, если честно, очень впечатляет, как это можно выдержать, не знаю, я бы сорвался, например, если столько там оскорблений, там, это ругательство. Ну, это, да, благодарю. Ну, это, я не знаю, это может быть еще в силу, как я говорю, я 12 лет проработал в торговле, то есть я простоял за прилавками на потоке. Вот, наверное, самая сильная школа была, это когда я торговал водкой. Вот, знаешь, как вот торговать водкой, когда тебе 20 лет, и подходит лыгарье всякое, и начинает это, микки-баки забивать, и там должна была быть... Ни единый мускул не должен был дрогнуть. Вот. Слово, пожалуйста, еще один момент. Да, пожалуйста, я в хорошем. А что, настоящего космоса, пожалуйста, поподробнее. Настоящий космос, которого мы не видим, в который мы попасть не можем, какой он? Ну, как наш океан, только плотность. значительно больше, превышает. Ну, плотность, допустим, как мед, как мед. То есть, если представить, гипотетически мы туда попадаем нашим телом, то мы будем принимать усилия, чтобы, так, ну, как бы плыть через это, ну, разгребать себе это с усилиями. А другие планеты тоже есть, да? Конечно. Или как? Они тоже сотовые? Они аналогичные, весь мир, да. Да, то есть, до другой планеты я даже не представляю, сколько это, это, это не все боги между планетами могут летать. А что, ну, знаешь, вот как боги там, может, и могут, и знаешь, как это происходит. Вот тут есть такое у пчеловодов понятие, это жил, допустим, рой пчел у них в улье, а потом какой-нибудь пчел, этот, как у, пчеловод другой где-нибудь в соседние деревья поставил пустой себе улей, и часть роя, короче, свалила к нему. А мы не можем свалить. Мед, ты понимаешь, он крыльев не имеет, он это... Мы, конечно, дорастем эволюционно до пчел, но я, насколько знаю, этот путь очень длинный. По нашим земным меркам это понадобится, наверное, там, тебе и мне, не один, наверное, миллион лет эволюционного развития, чтобы наша сущность могла по вот этим планетам гулять, в том космосе, который есть. То есть, а тот космос, который нам показывают, астрономы, это все фикция, да? Да, да, я вообще... Вакуум, это ерунда все, да? Конечно, космос не терпит пустоты, но это, чтобы легче понимать, всегда надо космос сравнивать один к одному. Очень интересно, на самом деле, на самом деле, вот теорию вакуума бесконечного пространства, ну, очень трудно представить. А вот если космос, как океан, может быть, да. Конечно. Ну, его можно называть эфир, там, как угодно, неважно. Мы, мы, к сожалению, утратили полмиллиона слов. Мы используем сейчас в обиходе 2-3 тысячи, максимум 5. Там, Пушкин, может, в стихи писал, там, 50 тысяч слов использовал для своих стихов. Да, 50 тысяч. Да, а мы, а вообще, как бы, это, мы не можем некоторые вещи просто называть и теми словами, которые, которых уже, к сожалению, не знаем. Язык настолько порезан. Ну, это как вот программный код. Вот представь, я вот, когда учился там скрипты писать, я для себя выучил. Даже если ты одну точку, ну, это я себе говорю, пропустил, то в игру уже заходишь, она error выдает, ошибку. То есть уже программа из этой одной точки. А у нас вообще пробелы. То есть это, ну, и вообще, это, как бы, язык, это тоже считается деградацией. То есть люди, когда перестают телепатически общаться, они переходят на язык. Это своего рода костыли. И наши предки говорили, язык это враг. Потому что, когда человек мысленно общается, обмануть практически невозможно. А когда на язык люди переходят, уже появляется ложь. То есть можно это вводить в оман. Слава, ну, наверное, на этом закончим. Вообще-то, то, что я хотел узнать, я отблагодарю. Спасибо, спасибо большое. Не буду отнимать больше времени. Да, я на связи, если что, да, если будет минутка звонить. Всего доброго, Влад. Спасибо. Пока.